Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная ажбука. Сегодня 2 июня и вот сейчас я хожу, мы же посанковали, вчера, сегодня я хожу и ищу махровые цветы, чтобы показать вам, какие удалять, какие нет. Вчера отщепнула на образец два цветка, один совсем плохой, который нужно обязательно удалять, а другой, который можно потерпеть. Но они куда-то делись, потеряла. Вот сейчас снова ищу и хочу вам показать, которые удалять нужно обязательно, а которые можно оставить. И про махровые цветы в это время у нас разговор каждый год начинается. И как я уже говорила, что и ученые до сих пор все это муссируют, эту тему и не могут прийти к одному такому, как сказать, общему мнению, от чего все-таки это происходит. Это все-таки генетически передается какая-то наследственность или от неблагоприятных условий. Я сейчас вам выскажу только свое мнение, только свои наблюдения, основанные на многолетнем занятии огородом. И я скажу так, что да, есть склонность вот к этим махровым цветкам, они как-то есть научные названия этого явления. И я уже говорила, еще раз повторюсь, обычно это крупноплодные томаты почему-то. Почему-то маленькие, простые вот эти томаты, которые ранние скороспелки с простой помидоркой, они вообще, я ни разу в жизни не видела у них махровые цветы. Чтобы была у них такая болезнь, чтобы слепились там несколько цветков во время там опыления, завязывания плодов. А у крупных встречается часто, но обычно всегда на первой кисти и обычно те томаты, которые все-таки переживают какие-то неблагоприятные условия. Я не знаю, это лично мое только мнение, я не специалист, не биолог. Но вот по наблюдениям по своим, я поняла, что если высаживаешь рано и если какие-то еще холодные ночи или еще что-то, то обязательно на крупноплодных томатах встречаются махровые цветки. Но махровые цветки встречаются разные. Вот нашла, смотрите, вот видите вообще какое-то уродство кисти, когда цветок не на тоненькой ножке, вот на такой, вот видите, он же всегда на тоненькой ножке, извиняюсь, руки я посынкую. А срощено вот несколько вот таких, не только несколько цветков, но и несколько стебельков. И она вот эта вот сама ножка превращается в такую толстую, такую некрасивую, уродливую. То вот этот цветок, скорее всего, нужно удалять. Смотрите, сколько срощихся. Это полностью, целиком, не разъединившаяся, не распавшаяся на отдельные цветки кисть. Из нее получается потом, хорошо, если вот такая получится помидорка, сейчас я вам покажу. Вот сорвалась сегодня с ботяни. Никогда в жизни на ботяни не было махровых цветков, он как-то не склонен к этому. В этом году первый раз и до ботяни добралось явление. И вот смотрите, сколько здесь было томатов. Вот один, вот видите, маленький зародыш, один, следующий, второй. Вот это третий, это четвертый, это пятый. Видите, они разодрались с трудом друг от друга. Они были во время цветения, опыления и завязывания плода слеплены. И у них была вот эта, видите, вот широкая вот эта вот, ну как, даже эти сросшиеся, те вот палочки, на которых они висят, ножки. Поэтому, вот, чтобы долго вас не задерживать, сейчас подведу итог. Если вот такая ножка сросшаяся, слоновья ножка и много-много цветов срощенных, то такой плод лучше удалять. Все знают, что он вытягивает много сил у растения, много на него нужно будет питания. Это будет самый огромный плод. Представьте, это и так первая кисть, они и так там крупные томаты. А когда их еще пять или шесть, вообще будет ужас. Но ужасный плод, огромный будет, уродливый. И даже на салат он не очень пойдет, начнешь обрезать его, все уйдет в отходы. Но бывает, когда, вот смотрите, помидорку я одну оставила. Бывает, когда томат уродуется не сильно. И когда у него просто вот так в середине такая розочка образуется. Как бы он тоже, да, с махрового цветка, он тоже срощенный. Но я говорю, вот с таких еще можно сделать салат. Но хотя вот здесь опять вот такая же ерунда. Несколько сросшихся. Видите, сколько их там томатов. Вот с этого будет огромный, но уродливый плод. И тут вы должны, конечно, решить сами. Если вам очень жалко первую помидорочку, которая будет крупная, ну, можете ее оставить. Но имейте в виду, что если вот так, как я говорила, если толстая ножка, если несколько там цветочков вместе слеплено, то это будет такой уродец, с которого больше пойдет в отходы. Но еще один совет хочу дать. Если вы видите, вот видите, вот такой цветок. Если вы видите такой цветок, лучше дождаться, когда он завяжется чуть-чуть, и когда у него вот этот вот засохший цветочек отпадет, и видно будет, какой формы плод. Иногда они просто два томата огромных, просто боком слеплены. Тогда можно дождаться, пусть он растет. А если там три, четыре, пять или даже шесть вместе томатов слепленных, конечно, ничего хорошего от этого не будет. У некоторых есть правило все махровые цветы без исключения удалять. Некоторые, наоборот, оставляют, все ничего не отщипывают, и потом при употреблении обрезают. Делать выводы вам самим. Но вот я объяснила, что плоды будут вот такие вот, всякие уродливые, загнутые. Нужен вам такой плод? Выращивайте. Нет? Значит, отщипывайте.